3 февраля международный день пропавших без вести людей. Каждый год в России бесследно исчезает примерно 180 тысяч человек, а из них 20 тысяч не находят. Тверскую область также регулярно сотрясают новости о пропаже людей, детей, подростков, молодых мужчин и женщин, лиц преклонного возраста. За помощью найти человека люди обращаются не только в правоохранительные органы, но и к поисковым отрядам, волонтерам, пишут объявления в социальных сетях. Почему исчезают люди и как их ищут? В сюжете Наталья Чекет. Иногда обычный рутинный день может превратиться в настоящий кошмар. Пропал без вести, ушел на час и не вернулся. У каждого из нас есть родные и близкие, которых мы видим каждый день. Никто не ожидает, что они загадочным образом и без объяснения причин могут исчезнуть из нашей жизни. Пропасть может как ребенок, так и взрослый человек. Станислав Горелик поиском пропавших занимается с декабря 2015 года. Тогда молодой человек учился в колледже и помог одногруппнику в поиске его пропавшей одноклассницы. И как все волонтеры отряда, сначала прошел обучение, а теперь помогает другим. В зависимости от того, на какое направление он хочет учиться, уже распределяют. То есть сначала это новичковый в любом случае, то есть его учат АЗАМ, там компас, какие-то радиопереговоры. Если он хочет дальше, и он растет, развивается и активно выезжает в том числе на поиски. Он хочет расти, развиваться, там дальше уже по иерархии, так сказать, по повышению, если это ему интересно. Если нет, он может просто ходить поисковиком, да, зная какие-то АЗАМ или АЗАМ. Как рассказал Станислав, в начале поисковых работ проводится небольшое расследование. Чем больше информации о человеке и конкретных фактах, тем выше шансы на удачный исход. Наибольшее количество людей пропадает с наступлением теплого сезона, когда люди устремляются на природу. Можно не вернуться с рыбалки, охоты или похода за грибами. Иногда даже знакомый лес может превратиться в ловушку. Сезон бывает грибной, ягодный и, соответственно, поисковый. Когда больше всего, конечно же, летом людей пропадает, но они больше всего по лесам. То есть зимой это в большинстве своем городские поиски, опять же, какие-то особенности здоровья, там пожилые, дети, ну, такие вот вещи. Лето, начало осени, такие вот грибы, ягоды, потому что люди блуждают. И бывало, что по 11 заявок, по 14 заявок в 2020 году в день. Детей, которых ищут волонтеры, ласково называют потеряшками или бегунками. Первые пропадают при невыясненных обстоятельствах, вторые прячутся от конфликта. Им кажется, что уйти из дома значит избежать проблемы. Если это ребенок-бегунок, в свои любимые места, к друзьям, к товарищам, если, ну, или там, чикенхаузы и так далее, ну, общественные такие, да, где ему будет тепло, хорошо. Вот, если это в лесу, то мог элементарно ребенок там, да, 5 лет за бабочкой побежать. Просто потому, что ему это интересно, а не потому, что он хотел там кого-то обидеть, задеть и так далее. То есть совершенно две разные ситуации, а возраст может быть примерно один. Каждый родитель может контролировать, где находится его ребенок, даже если вас разделяют километры. Например, сидя на рабочем месте с помощью различных гаджетов посмотреть, вышел ли ребенок из школы или уже дома. В любой технике Apple, независимо от ее поколения, уже давно присутствует такая возможность, как отслеживание через локатор. В любом устройстве, там, планшет или айфон, присутствует приложение локатор, и с помощью него можно отследить, где локация любого человека, у которого есть техника Apple, ребенка. Допустим, ребенок. Часы, это телефон, айфон, да, это планшет. Можно построить маршрут до него. Главное условие работы приложения, чтобы устройство находилось в сети. Точность нахождения, например, в городе указывается вплоть до дома. Если ребенок идет по улице, на карте будут указаны номера домов, мимо которых он проходит. Буквально недавно появилась очень удобная вещь. Она, правда, разрабатывалась для потерянных вещей. Это брелок, айртек, который можно повесить на ключи, убрать в кошелек или убрать ребенку в рюкзак или, допустим, убрать в ту же самую куртку. Можно даже не говорить об этом ребенку, но вы всегда с точностью до 10 метров можете понимать, где находится ваш ребенок и в случае пропажи отследить его. Компания iPAP работает в Твери с 2017 года и занимается продажей официальной техники Apple, трейд-ин и сервисным обслуживанием продукции. Трудно представить, что переживают родители, чей ребенок не вернулся в назначенный час. Паника, дрожь в руках, спутанность мыслей. Главное собраться. Время не друг, а враг. Нужно сразу звонить в полицию и добровольцам. Они готовы ночью и днем выйти на поиски. Совершенно посторонние люди будто бы говорят, ты не один в своей беде. И для них не менее важно услышать, найден жив.